МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему спорткомплекс окружили пожарные машины? Триллер на грани трэша. Хотелось добавить некоторые жути. В театре Пушкина ставят спектакль с вурдалаками. Почему женские роли сыграют мужчины? Здравствуйте. В эфире новости Афонтова. Мы готовы рассказать о главных событиях этого дня. В Красноярске началась эпидемия гриппа. Количество заболевших превысило порог почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Причем болеют как дети, так и взрослые. В связи с этим специалисты уже направили в различные руководящие структуры предложение надеть маски всем сотрудникам детских и медицинских учреждений, а также продавцам и кондукторам общественного транспорта. Школьникам нужно мерить температуру на входе в учебное заведение и отправлять домой всех, кто не здоров. А при отсутствии 20% учеников школу можно частично или полностью закрыть. Массовые мероприятия в закрытых помещениях рекомендовано запретить. Ну и всем по возможности следует носить маски. К слову, медицинские маски в Красноярске уже подорожали в два раза. В Федеральной антимонопольной службе назвали завышение розничных цен экономическим мародерством. Тем временем в школах вышел приказ о дополнительных профилактических мерах против гриппа и ОРВИ. Носить маски обязали и учителей, и школьников. Подробности в сюжете Евгения Шиповского. В гимназии сейчас обучается 999 детей плюс педагоги. Ну это получается 1100 масок нужно на каждые два часа. 3300 масок. Столько нужно только одной школе, чтобы уберечь и учеников, и учителей от вирусов хотя бы на один день. Директор гимназии номер 10 Елена Королева рассказывает, рекомендации в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ поступили во все школы от Министерства образования. Ежедневно у учеников проверяют температуру, а помещения проветривают. Мы на прошлой неделе получили приказ из Главного управления образования о том, чтобы внедрить усиленные меры по профилактике заболевания ОРВИ. Одной из рекомендаций было донести информацию до родителей, ввести масочный режим. Гимназия закупила 600 медицинских масок. Больше попросту не нашли. Однако большинство школьников ходят в средствах защиты. Родители покупают их за свой счет. И к таким рекомендациям относятся нормально. Ребенку маски покупаете? Да, мы сегодня одевали. А зачем? Так сказали. Приказ. Прям заставили и рекомендовали? Ну, да, рекомендовали. То есть не заставляли прямо? Ну, нам сказали, мы это делаем. Понятно. А вообще, помогают ли они от ОРВИ? Мы только второй день носим. Помогают ли они просто от гриппа? Я думаю, что они не помогают. То есть сами не знаете, зачем покупаете маски? Ну, вот какой-то бунт прошел про маски. Покупаем. Здравствуйте, подскажите, маски есть? Нет. Масок нет? Серьезно? Нет. Здравствуйте, маски есть у вас? Масок нет. Подскажите, пожалуйста, маски есть? Нет. Закончились? Уже в три аптеки обошел, нет нигде масок. А вот во многих красноярских аптеках масок вообще не оказалось. Фармацевты говорят, сейчас их раскупают коробками. А поставщики не успевают привозить новые. Мы обошли в четыре аптеки, и только в одной из них нашли маски. Вот такая вот упаковочка из трех штук стоит 50 рублей. Роспотребнадзоре рекомендует менять маски каждые два часа. И чтобы запастись таким средством защиты, ну, к примеру, на месяц, потребуется потратить 3000 рублей. Очень дорого. Но главное, чтобы помогало. Одноразовые маски подорожали не только в нашем городе, но и по всей России. В Федеральной антимонопольной службе назвали завышение розничных цен экономическим мародерством. Увеличение цен на маски зафиксировали в 68 субъектах. И сейчас в рамках закона о защите конкуренции ведомстве проводят проверки. Средства защиты скупают не только из-за страха перед коронавирусом, но и из-за повышения эпидемического порога по ОРВИ. Начало эпидемического подъема заболеваемости с респираторными инфекциями у нас началось с первой недели февраля месяца. И предположительно, если будут выполняться все наши рекомендации, то в течение февраля месяца заболеваемость должна пойти на снижение. Маска – это только часть защиты от гриппа. В Роспотребнадзоре абсолютно всем без исключения рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать и увлажнять помещение, реже бывать в местах скопления людей. А самым эффективным методом профилактики специалисты называют обычную прививку. Евгений Шиповский, Алексей Егоров, Афонтова новости. Сегодня «Кристалл-Арена» в кольце пожарных машин. Что случилось, расскажу в выпуске через несколько минут. Цифра дня. 74 куста конопли обнаружили полицейские в одной из красноярских квартир. Ее арендовали двое молодых парней и обустроили в ней теплицу с лампами. За растениями ухаживали и удобряли, а после готовили к сбыту. Также в квартире оперативники нашли две банки с марихуаной. 30-летних подозреваемых уже арестовали. На них завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит до 20 лет лишения свободы. «Кристалл-Арена» сегодня оказалась в кольце пожарных машин. Внутри здания висела дымка и около сотни посетителей пришлось срочно выводить на улицу. Так максимально реалистично прошли учения перед международным первенством по керлингу. Безопасность в таких соревнованиях должна быть на уровне универсиады. Пожарные и полицейские рассказали, как будут оберегать болельщиков. Дмитрий Пименов подробнее. При первых же словах о задымлении волонтеры, которые изображают многотысячную армию болельщиков, встают и устремляются к выходу. Эвакуацией руководят другие волонтеры, направляя ручеек зрителей. Буквально за минуту трибуны пустеют. Вслед уходящим звучит тот же текст, но уже на английском. Уже в эту субботу в «Кристалл-Арене» начнется первенство мира по керлингу среди юниоров. Приедут команды из разных стран мира. Подготовка к таким соревнованиям не уступает под тщательностью подготовки к универсиаде. Арену решили протестировать в условиях, приближенных к реальным. А вот и причина задымления. Из-под новой трибуны, временно установленной для судей, поднимаются клубы дыма. Именно здесь будет много проводов и архтехники. Роль очага пожара сыграла эстрадная дым-машина. Дым быстро распространился под куполом. В опустевшую арену входят пожарные и полиция. В это время к «Кристалл-Арене» подъезжают все новые и новые расчеты. Пожарные тут же разворачивают оперативный штаб. 5-6-му предлагаю силами спецчастья развернуть КПП на базе автомобиля газодомозащитной службы и начальникам КПП назначить старшего автомобиля. Через некоторое время загорание под временными трибунами для судей потушено. Дым из спецмашины постепенно рассеивается в пустевшем зале, оставляя ощущение полной реальности происходящего. Учения намеренно планировали провести максимально реалистично. С дымом и как минимум сотней зрителей. Мы сегодня смоделировали ситуацию, когда одномоментно зрители из одного сектора поднялись по сигналу оповещения и начали свое движение. Для того, чтобы волонтеры визуально представляли, что это за поток, как им нужно управлять, насколько это сложно, какие особенности есть при проведении эвакуации. Все время, что для цаучения, здание «Кристалл-Арены» словно окружено Красным кольцом. К международному первенству по керлингу готовится не хуже, чем к соревнованиям по универсиаде. Сегодня «Кристалл-Арена» в кольце машин, но к соревнованиям готовятся не только пожарные, но и полицейские. На соревнованиях ожидают до 2000 зрителей, поэтому полицейские зайдут в «Кристалл-Арену» за сутки до соревнований. В 6 утра 14 февраля. Все здание обследуют кинологи и взрывотехники. С этого часа попасть сюда можно будет только при наличии билета или аккредитации. И только через рамку металлоискателя и тщательный досмотр. При этом запретят парковку машин по периметру арены. «Хотелось бы обратиться ко всем участникам, гостям мероприятия, заранее позаботиться, чтобы при себе не было колющих, режущих предметов, каких-либо запрещенных предметов к проносу на спортивное мероприятие». Под запрет попадают также напитки в стекле или в пластике больших объемов. Естественно, нельзя брать с собой спиртное. Для тех же, кто все-таки пронесет запрещенные предметы к месту соревнования или для любителей неадекватного и агрессивного поведения, есть специальная статья. По ней могут посадить на 15 суток и лишить права посещать спортивные мероприятия 3 года. В прошлом году так наказали трех футбольных болельщиков и одного хоккейного. Хочется верить, что среди поклонников керлинга таких нет и эта информация им не пригодится. Как и спасателям не пригодятся приобретенные сегодня навыки. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров. Проверить тонометры. Такая возможность была сегодня у каждого красноярца. Причем сделать это можно было абсолютно бесплатно с помощью акции «Будь уверен, будь здоров». Ирина Цуканова с подробностями. Мы учимся с женой. То она не может померить, то я не могу нормально померить. А тут вот эта вот реакция как раз. Пенсионеры выстроились в огромную очередь с раннего утра. Тени гипертоники и тонометром пользуются ежедневно. Некоторые измеряют давление дважды в день. Год назад такая же поверка выявила 10% непригодных аппаратов, которые дают неправильные данные о давлении. Это опасно для жизни и здоровья. Люди ориентируются на показания и принимают лекарства в случае необходимости. Кто знает, надо все равно время проводить. Вот три года уже нет. Поэтому пришлось идти проверить. Ну, сделала все процедуры, все это самое. И надо было проверить манометры этих, чтобы нормальные они или правильные. Это у меня всегда сильно давление высокое. Вот два из них. Какой хороший, какой врет. Все аппараты специалисты поверяют бесплатно. То есть должно быть, по идее, паспортные данные, ну, плюс-минус 5 миллиметров. Вот так примерно. Метеорологи дают не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. В прошлом году самой распространенной причиной неверных показаний приборов стала негерметичность манжеты. Если есть возможность данные средства измерения отремонтировать, мы предлагаем ремонт. Это может быть замена каких-то капанов, где-то манжета, где-то какая-то настройка. В случае, если это невозможно, тогда только замена. Как ваша тономета была? Проверили? Вот! Даже и соседкин проверила, и соседкин нормально. Все нормально. Тонометр нормальный, работает хорошо. Негерметичная манжетка. Манжетку надо заменить, внести в ремонт. Спасибо. А вы вообще часто пользуетесь этим тонометром? Да. Я теперь кто-нибудь в третьей степени. Также сотрудники научили старшее поколение правильно обращаться с тонометрами и измерять давление. Соблюдение простых правил продлит жизнь устройства. Вот манжета вот так вот должна быть, то есть до сгиба моего одного пальца, ваших два пальца, шланг, вот он должен идти, примерно вот как идет артерия. Мы решили проверить наш рабочий тонометр. Специалисты сказали, что сам прибор исправен и показывает точные данные. А вот манжет нам порекомендовали заменить. Нити от одежды, которые остаются на манжете, со временем могут привести к погрешности. Тонометры поверяют по всей стране второй год подряд. В прошлом году более 500 человек в Красноярске сдали свои приборы на обследование. Еще 1200 поверили аппараты для измерения давления в районах. Сегодня приборы обследовали в Каннске, Ачинске, Лисосибирске, Минусинске и в Абакане. Завтра метрологи поверят тонометры у жителей республики Тыва. Ирина Цуканова, Дмитрий Кутько, Афонтова Новости. Семинары палиативной помощи проводят в детском центре Нашевченко, который начал работать месяц назад. Туда приехали специалисты из Москвы и Новосибирска. Это команда проекта ОНФ «Регион заботы». Всю неделю врачи будут проводить лекции и практические занятия для персонала центра. В том числе обучат работе по современным технологиям. Отдельные занятия посвятят уходу за тяжело больными детьми с муковисцидозом. Специалисты расскажут, как оказать помощь на дому, помочь при судорогах, как правильно ухаживать, облегчать боль и общаться с неизлечимо больным. Также обсудят особенности палиативной этики. Главный акцент сделают на лечении ран и правилах ухода за лежащими больными. Чтобы не было осложнений, связанных с длительным постельным режимом, если длительный ребенок находится, чтобы он в последующем мог восстановиться. Так как это вновь развивающее направление в системе здравоохранения, и еще нет того опыта во всех регионах, а ваш регион попал в пилотный проект «Регион заботы», то вот мы как раз приехали помочь вашим сотрудникам, обучиться. А сейчас коротко о других темах этого дня. Автобус с 15 детьми, участниками хореографического коллектива, попал в аварию на трассе в Богучанском районе. Ребята возвращались из Красноярска, где принимали участие в танцевальном конкурсе. По дороге водитель автобуса столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении. Трое детей обратились за помощью к медикам. Автоинспекторы установили, перевозка детей была незаконна. Пять человек, эвакуированных из китайского Уханя, вернутся в Красноярск. Сейчас они находятся на карантине в Тюменской области. Напомню, из Китая военным самолетом доставили несколько десятков человек. Всего под наблюдением врачей они должны провести две недели, из которых прошло уже шесть дней. Если признаки болезни не проявятся, то их отпустят по домам. Кроме Красноярска, люди улетят в Москву, Петербург, Челябинск, всего в 44 города. Красноярские статистики рассказали, от чего умирали горожане в прошлом году. На первом месте болезни сердца и сосудов. Они стали причиной смерти в половине случаев. На втором месте смерть от различных новообразований, почти 19%. Еще 7% умерли от болезни органов пищеварения. На четвертом месте смерть от болезни крови. Всего в прошлом году из жизни ушли более 35 тысяч красноярцев. Найден виновный, который сбил балку под путепроводом на свободном. Им оказался водитель грузовика. Он проигнорировал знак ограничения по высоте и сбил конструкцию. Затем предпочел скрыться. Но его проступок попал на уличные камеры. Мужчины нашли. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей и лишение прав до полугода. Напомню, в прошлую субботу упавшая балка парализовала движение на проспекте. Кровавый блокбастер по трилогии с 19 века готовит к постановке в Театре Пушкина. Что из этого выйдет, расскажем далее в выпуске. Вы смотрите новости о фонтове. Мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. Еще одна мечта исполнилась у ребятишек из психоневрологического интерната «Подсолнух». Подростки впервые побывали в Коте-кафе. Играли и гладили животных. Воплотить в жизнь давнее желание детей смогли добрые волшебники проекта «Мечтатели». Как это было, расскажет Артем Долгаршиных. С кем? Они устают даже немножко отдохнуть. Даже несмотря на свою усталость, более 10 представителей семейства кошачьих с радостью встречают у себя в гостях воспитанников психоневрологического интерната «Подсолнух». 8 ребят из группы «Почемучки» с заботой гладят полосатых, играют с рыжими и любуются кошками. Как рассказывает воспитатель интерната, для ребят этот поход к умурлыкам не просто досуг, а настоящая мечта. Получить заряд позитива и простой ласки, которой иногда не хватает, ребята хотели очень давно. Сегодня произошло исполнение мечты нашей. Потому что у нас контакты все-таки, мы ездим в разные места, в школы, в кинотеатры. А вот такого контакта именно с животными у нас уже реже происходит. Поэтому вот ребятишки очень довольны. К нам уже приезжали один раз коты, привозили в интернат. И мы увидели, какую восторг у детей от того, что прикасаются, да, от того, что с ними можно как-то потрогать. Мы видели их, мы знаем по мультяшкам, по фильмам, а живу все же мы очень редко с ними встречаемся. «Почемучки» не только играют с кошками, но и, конечно, не забывают фотографировать. Возможно, эти снимки попадут в соцсети. Виктория Гойхман увидела пост в инстаграме проекта «Мечтатели» и, не раздумывая, отозвалась исполнить мечту целой группы. Решила вот тоже поучаствовать в этом, как-то посодействовать, как-то сделать приятное людям, детям. Ну и вот быть сегодня в роли волшебника. Дети, мне кажется, очень взаимосвязаны. Кототерапия – прекрасный способ детей как-то подразвивать, приучить к доброте, к ласке. И вот если вы увидите, дети очень прекрасно здесь с ними общаются, им нравится. Ну а после игр для ребятишек устроили сладкое чаепитие. Вот так, казалось бы, проста и отзывчивость подарила счастье многим ребятам. Мы в лагу на нашей горе. От поляны спустились метров сто. Вот стадо моралов. Зимой они сбиваются. Стадо и сколько тут? Ну метров 30-40. Вот сюда отходи. Подожди. Иди сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Голов. Стоят, смотрят, не боятся, не шугаются. Триллер на грани трэша, как у Роберта Родригеса, с реками крови и вурдалаками, готовят к постановке в Театре Пушкина. В основе спектакля классический текст Сухого Кобылина «Смерть Тарелкина». Только прочтение будет совсем нетрадиционным. Например, в спектакле даже в женских образах задействованы только актеры-мужчины. Клавдий Стельмахович побывал на репетиции. Это практически ночь живых мертвецов. Людей по воле драматурга Александра Сухого Кобылина в «Смерть Тарелкина» не осталось. Зато есть вурдалаки и самые низменные проявления человеческой личности. В спектакле задействованы только актеры, которые по очереди разыгрывают по несколько персонажей, включая и женские образы. Например, Станиславу Линецкому, кроме чиновника и нечисти, досталась еще и цыганка. А вторые персонажи, они разные. То цыганки, то вурдалаки, значит, то чиновник безымянный просто. Ну вот такие. То есть тут в основном только есть, по-моему, четыре главных персонажа. А остальные как будто уже, ну по задумке Олега Алексеевича, нашего режиссера, остальные как будто уже такие действующие, как декорационные даже больше персонажи, нежели чем главные герои какие-то. Вот так вот. Сцена превращается в декорации к фильму ужасов. Тут и лаборатория Франкенштейна, чего стоят колбы с рукой и сердцем, и готический замок Дракулы. Создатели спектакля обещают море бутафорской крови. Хотелось добавить некоторые жути в этом пространстве, чтобы было ощущение такое какое-то гнетущее, затхлое изначально. Но потом, да, у нас есть некоторое развитие внутри этого пространства, которое расширяется и становится таким казенным домом, где есть коридоры, есть какие-то персонажи, которые могут быть над героем. Хлесткую сатиру с середины 19 века Олег Рыбкин завернул в обертку триллера и сделал своего рода трибют своему учителю, легендарному Петру Фоменко. В свое время он тоже брался за смерть Тарелкина, но спектакль быстро завернули цензоры. Слишком актуальным остается полуторавековой текст. Очень непростой текст. Это все-таки некоторые слова, которые в принципе не используются, не употребляются в русском языке, которые остались радостью филологов. Но мы их решили сохранить и не упрощать. Это самый прекрасный русский язык. Премьеру смерти Тарелкина в Театре Пушкина покажут в эти выходные 15 и 16 февраля. Возрастная категория спектакля 16+. Клавдий Стримахович, Сергей Кашин, Афонтова. Новости. Красноярские столичные эксперты и политологи обсудили прогнозы и перспективы развития нового политического сезона. 2020 год начался с серьезных политических изменений на федеральном уровне. Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Инициативу президента поддержали представители общественных организаций, религиозных конфессий и средств массовой информации. Они внесли ряд предложений на рассмотрение. Ирина Суканова подробнее. Вот эта дискуссия, которая началась в обществе, это, на мой взгляд, тот позитивный, наверное, процесс, который только нужно приветствовать. Дискуссия в обществе развернулась после послания президента и его предложения по изменению Конституции, а также последовавшего затем обновления состава правительства. По мнению экспертов, инициирование поправок в основной закон государства – это шаг ответственного политика. Путин пытается заранее выстроить систему, которая работала бы и без него, которая была бы достаточно устойчива. Я думаю, что как раз вот эта попытка создания системных сдержек и противовесов, она и является основной задачей вот этой вот новой большой дискуссии, результаты которой, насколько я понимаю, не предрешены, возникают новые и новые идеи. Социологические исследования показали, ключевой запрос людей связан с улучшением благосостояния. Потому и основным направлением деятельности нового кабинета министров должно быть социальное развитие, повышение уровня и качества жизни. Как бы там ни менялась власть, как бы ни менялись элиты, сохраняется преемственность, сохраняется преемственность вот этого курса. Это тот пункт, который для нас является круеугольным, и здесь, безусловно, надо создавать те заделы, которые обеспечивают системе стабильность и преемственность, и снижают риски персонализации. По моим сведениям, у Михаила Владимировича Мишустина значительно больше полномочий по регулированию ситуации. Политологи отмечают усиление рейтинга губернатора Александра Уса. В качестве главных причин эксперты отмечают ужесточение кадровой политики и привлечение в регион крупных инвесторов. Благодаря инициативе губернатора в край наконец-то начали наводить порядок в лесной отрасли. Прописана четкая стратегия развития севера, не менее важен выход главы региона в социальные сети. Первый мотив заключается в том, что Инстаграм, вот можно сколько угодно над этим организировать, но Инстаграм является значимым источником получения информации для обычного избирателя. По итогам 2019 года Красноярский край признали лидером по объему выполненного капитального ремонта среди регионов Сибири. В нашем регионе самые высокие показатели урожайности от Урала до Дальнего Востока, а универсиада в Красноярске признана лучшей в истории этого турнира. Ирина Цуканова, Алексей Егоров, Афонтова Новости. В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцын. Он с кривыми чиновниками проверил готовность объектов к спартакиаде и этапам Кубка мира по фристайлу на особке. Также министр встретился с губернатором. Они обсудили, как дальше будут использоваться спортивные объекты, которые строили к студенческим играм. По словам Матыцына, на сегодня спортивная инфраструктура Красноярска является примером для многих международных спортивных федераций. Это федерации фигурного катания, биатлона, фристайла и вольной борьбы. К тому же на Красноярск есть большие международные планы. Я могу сказать, что стоит очередь международных федераций, которые хотят сюда попасть. Потому что, еще раз отмечу, профессиональная команда, которая была воспитана в дни подготовки и проведения универсиады, она продолжает здесь работать. И я надеюсь, что в ближайшие годы будет проведен чемпионат мира в Красноярске. Ну и я уверен, что и студенческие соревнования тоже вернутся в Красноярск. Это все новости к этому часу. Делитесь и вы своими интересными событиями. Звоните по телефону нашей редакции 285-14-14. Пишите нам в Вайбер или в ОСА. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова